Доллара по отношению к евро Как вы думаете, куда пойдет доллар долгосрочно? Конечно, вниз Проблема настолько огромна, что никто не понимает ее масштабы Доллар рухнул, нефть и золото рекордно выросли У меня нет больше денег, у меня нет больше драгоценностей Я отдала все, чтобы погасить кредит У меня вообще больше ничего нет США страна, которая глубоко погрязла в долгах И это самый большой взрыв в истории человечества И США с этим ничего не делают Либо это все искусственный кризис затягивается Либо они просто не имеют ни малейшего представления о том, что происходит, как с этим бороться Единственное, что я могу сказать о коллапсе Он случится очень быстро Вместе из системы можно выйти только одним способом Глобальная война, ядерная катастрофа Это приводит в шок некоторых людей, которые думают А что же будет с моими деньгами? Я говорю, а ваши деньги исчезнут И не говорите, что я вас не предупреждал Кризис далек от развязки Сейчас делается масса предсказаний И многие из них станут явными Это произойдет, когда вы будете спать Ваш сон – это уверенность в том, что в вашей жизни все хорошо И что не стоит ждать никаких неприятностей Вы спите в окружении мебели и бытовой техники, купленной в кредит И знаете точно, что в шкафу на полке с постельным бельем Лежит заветная кубышка долларов Которая придает вам уверенности в завтрашнем дне Вы спите в нежном предвкушении новых бессмысленных покупок и кредитов Думая, что эта беззаботная жизнь продлится еще очень долго Вы сладко спите, не зная, что мир, который почти сто лет одна страна строила за ваш счет Уже готов рухнуть И это произойдет в течение нескольких часов Разница во времени сделает свидетелями начала катастрофы только тех Кто от бессонницы случайно включит телевизор глубокой ночью Мы все это время жили с чувством неуверенности Все знали, что рано или поздно это случится Но никто не знал когда И должен признать, мы даже не заметили, как все началось И это действительно страшно Ведь обычно банкиры понимают, что происходит Но не в этот раз Этот день начнется, как многие другие Финансовое утро в Японии стало днем заката главной мировой валюты Телезрители страны восходящего солнца с недоумением встретили новости О том, что иена начала неожиданно стремительно расти относительно долга И посвященные могли бы обрадоваться Но для страны, резервы которой хранятся в американской валюте Это стало началом катастрофы Трейдеры в Сингапуре, финансовой столице Азии Первыми выяснили, что некие очень крупные инвесторы Стремительно продают доллар Из-за этого американская валюта, которую считали надежной Быстро теряет в цене Большинство решило, как можно скорее Присоединиться к распродаже Которую давно ждали Главный кредитор Америки – Китай Резервы этой страны в долларах Превышают астрономическую сумму в полтора триллиона Китайцы предупреждали США о том, что обеспокоены их планами Напечатать еще два триллиона необеспеченных денег Но увидев стремительное падение американской валюты Китай присоединяется к распродаже Китай обвиняет США в безответственном поведении Америка не сможет больше удерживать монополистические позиции в мире Худзинтау требует фиксации обменных ставок Он заявил о контрмерах, которые предпримет Китай на политическом и экономическом уровне Китайские менялые торговцы реагируют на события быстрее других И отказываются продавать за доллары даже сувенир Плохие финансовые новости становятся главными и в Европе Доброе утро! Суматоха на мировых финансовых рынках, которую уже лаконично назвали драматическим крушением американского доллара Падение доллара, начавшееся сегодня утром на азиатских биржах, планомерно продолжается в Европе Финансистам в Европе приходится встать в этот день от тревожных звонков в 4 утра Финансовые клерки спешат на свои рабочие места Укрепление евро не вызывает радости и здесь Ведь большинство держат деньги в долларах В них же ведут все международные торговые операции В тот день, когда это случится, кризис не затронет простого человека с улицы Пока тот не запаникует До тех пор, пока он не подумает, вот я сниму все свои средства со счетов и буду держать их дома Если так решит сделать каждый, вот тогда начнутся реальные проблемы Банки Европы и России главные пострадавшие, их активы в американской валюте Новость о падении доллара обрастает все новыми неутешительными подробностями Люди буквально прикованы к экранам телевизоров в надежде, что им станет понятно, что происходит и что делать Банк Голландии только что обнародовал обращение, в котором просит своих вкладчиков не обналичивать деньги в банкоматах Сотрудники банку утверждают, нет причин для паники, и банкоматы полны денег Однако вкладчики в Утрихте с этим не согласятся, там уже пять банкоматов не обналичивают деньги Что, пять раз по нулям? По нулям, ни объявлений, ничего А у вас остались какие-то наличные? Нет, наличных нет вообще И что вы собираетесь делать? Понятия не имею, думаю зайти в отделение банка, поговорить с менеджером В Москве люди, пытаясь спасти сбережения, выстраиваются в очереди в банки и банкоматы Но уже слишком поздно, банки ввели лимиты на снятие денег Падение американских рынков и доллара То, что сейчас происходит, в принципе, это крак существующей монетарной системы У нас достаточно резервов, у нас сильная экономика Это гарантия того, чтобы не допустить каких-либо потрясений Почему доллар будет слабеть быстрее относительно других валют? Просто потому, что американская экономика, американская финансовая система Являются самым слабым звеном В принципе, будет крах всех валют Они будут обесцениваться по отношению к реальным предметам, реальным активам Уже через несколько часов после первых сообщений о падении доллара Главы европейских стран обращаются за помощью к США И просят фиксации обменных курсов Но получают встречную просьбу поддержать американскую валюту Сделать это в условиях кризиса они не могут Нет достаточных средств Теперь, когда пирамида, построенная на доверии к доллару, рушится Европа понимает, что ничего не в состоянии сделать Да и вообще, в мире от силы несколько политиков Которые могут что-либо сделать в данной ситуации В такие короткие сроки По большому счету, они могут только попытаться предотвратить кризис Если мы говорим о текущей неустойчивости, которая спровоцирована дисбалансом в Америке То и разобраться с проблемой может только президент Америки Регулирующие органы, пытаясь остановить панику Приостанавливают биржевые торги и международные переводы В портах и вокзалах Европы на рейде остаются суда и грузы За которые не могут заплатить ни отправители, ни получатели Даже таксисты перестают принимать доллары по всему миру Ну, я думаю, что это возможно Самая основная вещь – это доверие в кризисные моменты На самом-то деле люди просто должны понять Все, что они имеют, все их сбережения, накопления Фактически этого нет в реальности Богатство уже давно виртуально Посмотрите, рынок товаров резко идет вверх А это происходит только тогда, когда обесцениваются сами деньги Так всего за день мир переходит в новую реальность Доллара больше не существует Этот захватывающий сценарий придумал и экранизировал голландский журналист Мартин Шинкель В 2005 году задолго до сегодняшнего финансового кризиса После показа фильма «День, когда доллар рухнул» в Голландии Многие ринулись снимать деньги из банкомата Тогда, к счастью, массовой паники не возникло Но сегодня слишком многое указывает на то, что описанные события – это сценарий наиболее вероятного будущего Возможно, уже с завтрашнего дня То, что сейчас происходит – это как бы сценарий моего фильма Хотя причины и другие Нужно помнить, что все черты кризиса те же Хотя формы и причины разные Финансовые системы сейчас – как сломанные часы Они еще показывают правильное время дважды в день, но уже не работают Для того, чтобы понять, насколько близко мы подошли к краю обрыва Насколько вероятно мировая катастрофа Надо вспомнить, как начинался кризис Кризис, который начался в Америке и больно ударил по Европе Это не картинка из бунтующей Африки или Азии Это Греция Жители страны, привыкшие к спокойному благоденствию В ярости от того, что их заставляют больше работать за меньшие деньги Благополучная до недавнего времени страна Евросоюза Воспринималась всем миром как туристическая открытка И казалась островком благоденствия Оказалось, что греческая мечта – это огромная долговая яма Сегодня эта страна – долг, который в несколько сот миллиардов евро Превысил ее финансовые возможности Оказывается, пенсии и зарплаты Дополнительные выходные в Пасху Тринадцатая зарплата госслужащим И даже медицинские страховки Все это греческое правительство оплачивало в долг Который скрывало благодаря бухгалтерским манипуляциям Правительства Европы собрались на срочное совещание по долгу Греции Страна – часть зоны евро И просто оставить ее наедине со своими проблемами нельзя Поэтому премьер Греции выступает с успокаивающими заявлениями У нас есть программа «Пакет решений», которые представляют собой устойчивый путь для Греции Устойчивое управление долгами Греции Однако лидеры Германии и Франции боятся повторения долгового сценария с другими странами И предупреждают, что денег больше не будет Мы хотели бы подчеркнуть, что не будем больше делать того, что сейчас делаем для Греции Это исключение Но эти слова президент Франции произносит, еще не зная, что следующим кандидатом на снижение кредитного рейтинга назовут Францию Мы знаем, что недоверие рынков может привести к тому, что кризис перекинется на другие страны Поэтому мы предприняли меры Для Германии, Евро и Европейский Союз – основа благосостояния и мира Оказалось, что Греция не одна жила в долг И сегодня уже Португалия, Испания, Италия с трудом справляются с миллиардами обязательств И одна за другой бегут за помощью в Центральный банк Европы Но даже там нет достаточных средств Конечно, если их не напечатать Уделив достаточно внимания финансовым рынкам на территории Греции Европейские лидеры сегодня здесь решили проводить дополнительные финансирования и дальше На срок приблизительно в полгода Мы также намерены выкупать долговые бумаги Италии на 2,5 миллиарда евро в день Но на протяжении всей истории у всего мира оставался маяк финансовой надежды Это Америка и ее валюта Доллар был спасительной гаванью Так было до 5 августа 2011 года Когда агентство Стандарт энд Пурс объявило то, что все и так знали, но боялись сказать Мы меняем оценку надежности Соединенных Штатов Америки Во-первых, по политическим причинам, которые мы полагаем того же калибра, что экономические А во-вторых, из-за финансов Америки, которые уже слабы и будут слабеть дальше Америка идет к банкротству И от сценария Греции ее спасает только то, что доллар пока принимают по всему миру, а США его печатают Но теперь, когда кредитный рейтинг США снижает ведущее агентство мира, ситуация меняется Нельзя исключить, что мы будем произносить тосты за упокой доллара Это произошло не вчера Процесс занимал годы, и закончится этот кризис не завтра Вчерашнее изобилие кто-то должен оплатить сегодня, но в крайнем случае завтра Сейчас этот дисбаланс, как политическая ракета Он никогда не обещал ничего хорошего Но сейчас он просто ужасен Мы уже на грани просто О чем говорить, когда дефицит составляет 2 триллиона? Питер Шиф – глава инвестиционного фонда в Америке Он был первым из крупных американских инвесторов, кто забил тревогу еще в 2002 В прямом эфире ведущих американских телеканалов он предсказывал крах американской экономики Но над ним смеялись Сегодня, продав все долларовые активы, он пересматривает старое видео с участием своих оппонентов и смеется сам Знаете, что на самом деле произошло? Мы занимали огромное количество денег и просто их тратили И мы возложили на весь остальной мир ответственность за производство товаров для нас и сбережение денег Но это провальная сделка для всего мира Причина, по которой мы все еще можем выплачивать долги Это то, что нам по-прежнему сужают деньги для этого Но однажды настанет момент, когда схема начнет буксовать Это же пирамида Мы не можем заимствовать бесконечно В центре Нью-Йорка на центральной улице уже много лет висит одна из городских достопримечательностей Эти часы показывают не время, а государственный долг Соединенных Штатов Америки Когда эти долговые часы были созданы, их не рассчитали на те огромные цифры, которые вы видите сегодня Поэтому несколько лет назад часы сломались, в прямом смысле, не выдержав долговой нагрузки Каждый житель Нью-Йорка может видеть, как ежеминутно долг увеличивается на несколько миллионов долларов Вторая строка показывает, сколько долларов долга приходится на среднюю американскую семью Впрочем, даже сегодня большинство американцев слабо представляют себе размер этой проблемы Вы знаете, каков долг США? Да что? Д-О-Л-Д Долг А о каком долге вы говорите? О, долг! О, да! Вы знаете, США и большинство развитых стран мира смотрят на это и думают Все это, конечно, плохо, но мы справимся, все будет хорошо А мы падаем, полностью не осознавая боль, которую это причинит В это трудно поверить, но перед кризисом размер сбережений средней американской семьи стал отрицательным Это означает, что американцев нет денег настолько, что им приходится занимать даже на текущие расходы Брать кредиты не только на крупные покупки, дома, машины, на отпуск, а просто на жизнь На еду и одежду, пользуясь кредитными картами Все эти долги год от года росли как снежный ком Но американцы продолжали покупать и тратить Им даже в голову не приходило, к чему это может привести И только в комедийных шоу, где ситуация доводилась до абсурда, можно было увидеть горькую правду Мы рады представить вам новую финансовую программу, которая поможет Она называется «Если нет денег, не покупай ничего» Дайте бы посмотреть Если у тебя нет денег, ты не должен ничего покупать Ого, звучит интересно Звучит сомнительно А как же тогда вообще что-то покупать? А, для этого следует использовать ваши сбережения Дай-ка мне эту штуку Да, но где же нам взять эти сбережения? Целый мир работает, чтобы производить для нас товары, за которые мы не можем платить Что это за работа? Единственная причина, по которой вам может быть интересна работа Это видеть плоды своего труда Если планета отправляет все свои плоды в Америку Получая за это немного резаных бумажек Это пустая трата усилий и ресурсов Государственному банку США, вопреки Конституции, была дана возможность делать деньги из воздуха В частности, без конца раздавать кредиты Но по большому счету, это узаконенная подделка денег Это кража Вы знаете, если бы вы были доктором с такими рецептами, то ваш пациент давно бы умер Сенатор Рон Пол, бывший кандидат в президенты США Один из самых последовательных критиков американской финансовой политики Он уже несколько лет говорит о том, что Америка планомерно идет к превращению доллара в ничто Они просто тратили и брали в долг А то, что не могли взять в долг, печатали Социальное благополучие росло при этом Опять же, из-за безответственных действий Но все это недолго работало В нашем случае это длилось 1971 и закончилось в 2007 Потому что есть предел того, что можно получать бесплатно Сегодня внешний долг правительства США превысил 12 триллионов долларов Этими деньгами можно выложить путь от Земли до Луны 6 раз Но настоящая проблема в том, что это лишь часть долга Если прибавить сюда государственные расходы на медицину и социальное обеспечение в будущем Можно увидеть, что Америка закопала себя в долговую яму размером 55 триллионов И эта дыра увеличилась на полтора триллиона только за 2009 год А мы все еще убеждаем планету вкладывать в нас деньги и принимать это за счастье Но это лишь усугубляет проблему И в конечном счете мир скажет нет Перестанет покупать у нас что-либо Вот тогда Америка почувствует настоящий кризис История доллара – это история американского долга В 1913 году в США была создана Федеральная резервная система Она должна была помочь американским банкам, и она, безусловно, помогла В ее видении передали печать долларов и управление финансовой системой Тогда государственный долг США составлял 7% от национального продукта США И с тех пор почти все время рос, особенно во время Второй мировой войны Тогда долг достиг почти 122% ВВП Однако в этот момент Америка предложила свою валюту остальному миру как резервную В июле 1944 года в городе Бреттон-Вудс американского штата Нью-Гэмпшир Собрались представители 44 стран, входивших к тому времени в антифашистскую коалицию Их главной целью являлось создание основ для формирования новой международной валютной системы Суть системы проста Доллар обеспечивается золотом, а все остальные валюты обеспечиваются долларом Таким образом, доллар становится единственной мировой резервной валютой Пока эта система работала на Америку, она казалась всем незыблемой Единственная причина, по которой доллар сегодня является резервной валютой Состоит в том, что когда он только стал общемировой валютой Американских долларов было меньше, чем американского золота И он был полностью конвертируем в золото Если бы было иначе, он никогда бы не стал резервной валютой Америка получила уникальное преимущество Она одна печатала валюту для всего мира Ее долг стал быстро уменьшаться К 70-м он сократился до 33% ВВП Мир производил для Америки товары А она снабжала мир продукцией американской печатной промышленности Но весной 65-го года произошло важное событие На рейде Нью-Йорка бросила свой якорь французское судно В его трюме находилось 75 миллионов наличных долларов Которые Франция потребовала обменять на золото В буквальном соответствии с Бреттон-Вудскими соглашениями Этот Демарш де Голля вызвал истерику президента Америки За французами потянулись Центробанки Германии, Канады и Японии Золотые запасы США сократились до критических размеров Следующий президент США решил покончить с проблемой С присущей американцам простотой Он решил перестать обменивать доллары на золото Я отдал распоряжение главе Департамента резервов Защитить доллар от международных спекулянтов Я приказал секретарю Коннелли Заморозить конвертируемость долларов, золота И другие резервные активы В интересах обеспечения стабильности И в интересах Соединенных Штатов Америки Винсент Рейнхарт, бывший главный экономист Федеральной резервной системы США Считает, что основы падения доллар Заложил именно президент Никсон Для Никсона это было самое простое решение Он просто не захотел дальше нести ответственность За поддержание резервной валюты Посчитал, что это слишком дорого Это произошло не сразу, а шаг за шагом И это был первый шаг Отказ от золотого стандарта в 1971 году был не просто выгоден США Он начал новую эпоху Эпоху колебаний валют и рынков, на которых можно зарабатывать Золотой стандарт означает полный крах Основных бизнесов, которые существуют в Лондоне, в Сити На Уолл-стрит Это конец Все, колебания исчезли, прибыли исчезли А что такое колебания биржевых цен? Это тот насос, который вот Качаясь с каждым качком Откачивает порцию денег Из реальной экономики В экономику, в финансовую сферу 15 августа 1971 года Никсон начал новую эпоху У доллара больше нет золотого эквивалента Начинается эра колебаний валютных курсов, цен на нефть И главное, эра американского печатного станка Который будет работать без остановки Америка использует свой главный ресурс Доверие всего мира Суть такая вещь, как доверие к правительству и доверие к валюте Поскольку валюта ничем не подкреплена Кроме возможности правительства собирать налоги И обслуживать свои долги В определенный момент доверие исчезает И люди начинают избавляться от этой валюты Страна долгов Так сегодня называют США Потреблявшая больше всех в мире Америка создала идеальную для себя модель Весь мир работает, производя товары А они работают, производя доллары Экономика сверхпотребления Означала, что Америка процветает Пока ее граждане тратят больше и больше Деньги на эти траты с удовольствием одалживал весь мир В виде покупки американских долговых бумаг Появилась теория целая Что можно сколько угодно стимулировать экономический рост Америка такая особая страна За счет того, что именно она абсолютно доминирует в мировой платежной системе Что она может сколько угодно стимулировать рост за счет эмиссии долларов Алхимия, о которой говорит Михаил Леонтьев Автор фильма «Большая американская дырка» Поражает воображение США выпускает долговые бумаги А покупает их американская же федеральная резервная система Это фактически американский центробанк Государство берет долг Само у себя Бесконечно печатая деньги И называет это поддержкой экономики Мы постепенно перешли к формуле Бумажные деньги Это деньги, обеспеченные золотом Затем в Бреттон-Вуде мы перешли к формуле Доллар и фунт Это деньги, обеспеченные золотом А все остальные бумажные деньги, обеспеченные долларом А после отказа от золотого снижения доллара 1972-1973 год Мы перешли к современной формуле Деньги, обеспеченные долларом Доллар не обеспечен ничем Как мы могли десятилетиями не замечать Что легендарный доллар Стоит все меньше и меньше А мы, хранящие свои сбережения в зеленых бумажках Дарим свои деньги Америке Очень просто Вся экономическая история, как мы ее знаем Это остроумная фальсификация Потому что если пересчитать цены на товары На что-то более надежное Мы увидим, что ни нефтяных кризисов Ни роста экономики США Действительности не было Так вот, про золото Я предпринял некоторые расчеты Которые достаточно просты Их может повторить любой человек Взяв карандаш и калькулятор Простые расчеты показывают Что если считать мировые цены Не в долларах, а в золоте То экономическая картина мира Полностью меняется Вот простой пример Давайте сравним два графика На первом Усредненные годовые цены на нефть За последнее десятилетие Которые показывают огромные скачки цен в долларах Как сильно колеблются цены Не правда ли? От 183 до 741 доллара за тонну нефти То есть более чем в 4 раза Вот почему нефтяные цены называют непредсказуемыми А вот тот же график, пересчитанный в золотом стандарте Грамм золота за тонну нефти Колебания идут в узком коридоре Причем графики роста и падения выглядят иначе Вся непредсказуемость нефти вытекает из непредсказуемости доллара Поскольку он не имеет фундаментальной основы Являясь виртуальной валютой Просто вспомните Что вы могли купить за 100 долларов 10 лет назад И что можете купить сегодня При этом долларовая цена золота За это время выросла в разы Но почему доллар еще не рухнул окончательно? Некоторые эксперты убеждены Что правительство США Уже использует свой золотой запас Чтобы избежать крах Глава Американской ассоциации производителей золота Билл Мерфи вместе с коллегами Занимается расследованием махинаций на рынке золота Несколько лет Именно он шокировал Америку вопросом Кто видел реальное золото США? Он считает, что крупнейшие американские банки По поручению правительства Давно используют для манипуляций Золотой запас США Да, золотые картели манипулируют ценами на золото Последние 15 лет Сейчас они управляют доступным золотом Центрального банка Используя его как запас Для удержания цены избыточного предложения И это серьезное нарушение Недавно я выступал перед комиссией По торговле товарными фьючерсами Которая является правительственным агентством И регулирует торговлю золотом Мы потрясли их письмами Которые разоблачают деятельность банка Джип и Морган Это были действительно важные письма Со страшными свидетельствами На следующий день Разоблачитель Эндрю Маккуайр И его жена Были сбитой машиной Насмерть Которая превысила скорость Совпадение ли это? Я не знаю Что касается уверенности Американской экономики в долларе Я хочу подчеркнуть Что именно сейчас Американский доллар Силен как никогда Потому что инвесторы Считают американскую экономику Сильнейшей в мире А государственную систему США Наиболее стабильной И я думаю Что эта уверенность Автоматически переносится И на мировую экономику Которая в скором будущем Тоже станет очень сильной Люди должны понять Что это подделка Но многие это все еще принимают И следуют советам машины телевидения Знаете, думаю, что никаких Публичных объяснений ждать не стоит Они будут улыбаться Перед камерами Говорить Мы будем работать вместе Мы решим все проблемы Но за кулисами Я убежден Картина выглядит Совсем иначе Проблема Америки Проблема Америки И любой демократии Никто в демократическом обществе Не будет оглашать реальные проблемы Потому что оглашать реальные проблемы Означает заставить людей проснуться Сообщить им плохие новости Вы должны сказать им Послушайте Мы живем непосредством И уже залезли в долги На 20 лет вперед Надо затянуть ремни Но в Америке Никто не хочет слышать Подобные новости Они хотят слышать Завтра будет еще лучше Только иногда Можно уловить в интонациях И оговорках Реальное положение дел В Соединенных Штатах В программе Вашингтонский журнал Сенаторы и конгрессмены Общаются со своими избирателями В прямом эфире Вот фрагмент общения С сенатором Полом Кожорский Который в полудискуссии Проговорился Что финансовая система США Уже была в шаге от коллапса Послушайте У нас почему-то не принято Говорить о том Что произошло в тот день А произошло следующее В 11 часов утра В федеральном резерве США Вдруг обнаружили Что с фондовых счетов Начался массированный отток денег С 11 утра В течение примерно 2 часов Было выведено со счетов 550 миллиардов долларов Казначейство вынуждено было Быстро открыть некий временный люк Чтобы вкачать финансовую систему 105 миллиардов долларов Ее нужно было поддержать По сути это была электронная атака На банковские активы И тогда было принято решение Прекратить все банковские операции Закрыть все банковские счета И дать государственные гарантии По вкладам до 250 тысяч долларов Если бы все это не было сделано То к двум часам пополудни С денежных рынков США Было бы выведено 5,5 триллионов долларов А это означало бы Мгновенный коллапс Всей внутренней финансовой системы США И затем В течение 24 часов Произошел бы крах Мировой экономики В целом Это интервью О котором мало говорят Показывает как близко К коллапсу уже находилась Экономика США В момент общей паники До 1 августа Мир затаив дыхание Наблюдал за схваткой Американских сенаторов И конгрессменов Которые спорили с президентом Об увеличении порога Американского долга С 14 до более чем 16 триллионов долларов Над Америкой Нависла угроза дефолта Естественно Рецепт борьбы Предлагается один Напечатать Еще больше долларов Финансовой системой Напечатано Грандиозное количество долларов Для спасения Самой же Финансовой системы Все эти доллары Сгустились как тучи Над мировой экономикой И однажды Они обрушатся на нее Дождем В самое ближайшее время Администрация Обамы Увеличит долг США Еще на 2 триллиона Фактически Для этого Америка Должна будет занять По 300 долларов У каждого жителя Планеты Земля Всего за один год Конгресс Только что одобрил Компромисс По уменьшению Дефицита бюджета И снижению долга Который разрушает Нашу экономику Этот компромисс Гарантирует нам Снижение на 2 триллиона долларов Это первый шаг Для того Чтобы наша нация Начала жить По средствам Господин Обама Ужасная экономическая команда Это те же люди Которые создали Эти же проблемы Идея того Что люди Которые создали проблемы Будут их решать Безрассудно Это приведет Еще к худшим последствиям Бывший партнер Джорджа Сороса Известный международный Инвестор Джим Роджерс Еще один человек Который не просто Предсказал Сегодняшний кризис И крушение доллара Он продал все Долларовые активы Включая свой офис В Нью-Йорке И уехал из США Так как считает Что ничего хорошего Америку в будущем Не ждет В Америке Многие огромные компании Станут банкротами И многие ипотечные компании Станут банкротами тоже Банкротства начались Уже сейчас Так как люди Не оплачивают счета Некоторые крупные фирмы На Уолл-Стрит Потеряют огромные суммы денег Это всколыхнет Американскую экономику И американская экономика Пойдет на спад Ох, знаете, это чудо Вы удивлены Магической скоростью Исполнения того Что вы предсказали Я не ожидал Что так много людей Станут банкротами Так скоро Я, конечно, сказал Что я знаю Что люди станут банкротами Я бы не подумал Что это случится И что это случится Так быстро Теперь бизнес Роджерса Находится в Сингапуре И он не единственный Кто теперь Делает ставку На азиатский рынок Китай создал За Американской технологией За американский капитал Мощнейшую экономику Мира производящую И теперь Прибыли Производятся в Китае И товары Производятся в Китае Все это везется в Америку За деньги Произведенные в Китае Значит Товары Произведенные в Китае Потребляются американцами Функция Америки Потребить За китайские деньги Китайские товары Это вот Вот это функция Американской экономики Известный аналитик И инвестор Марк Фабер Тоже переехал в Азию И тоже считает Что Китай Переигрывает США Потому что он получает За свои товары Не только доллары Но получает Технологии И заводы Которые закрывают В США И открывают В Китае Кто строил заводы Для США Японцы А где они их строили В Китае Где это дешевле Тем самым В Китае Был спровоцирован Инвестиционный бум Бум капитализации И туда ушли технологии Сегодня По сравнению С ситуацией 20-летней давности У китайцев Появились технологии Если однажды Америка заявит Нам больше не нужны Ваши товары Это ударит В первую очередь По Америке Потому что Американцы Уже не производят Ни телевизоров Ни транзисторов Они вообще Ничего не производят Кроме доллара Но какова В этом случае Судьба мира Экономическая система Которого Все еще основана На долларе И что произойдет С Америкой Если ее валюта Перестанет быть Номером один Что американцы Делают сейчас Потребляют Увеличивают долг И таким образом Пытаются решить Свои проблемы А это и есть Причина проблем Потому что Поступая так На протяжении 25 лет Американцы Все глубже и глубже Погрязали в долгах Сегодняшние гении Делают то же самое Но это не работает Макс Кейзер Ведущий программы Предсказатель На BBC Он также приглашал В свой эфир Питера Шифа Джима Роджерса И был автором Фильма о крушении Исландской кроны Макс уверен Что долговая Проблема Америки Неразрешима Лишь ограниченное Число американцев Смогли спрогнозировать Такой сценарий И избежать Последствий Долги настолько Велики Что их уже Никто не может Выплатить Но они по-прежнему Растут Потому что В этом Заинтересованные люди Рост долгов Не прекратится Многие американские граждане Уже почувствовали Что жизнь взаймы Заканчивалась Это полиция Есть кто дома? Это не захват Опасных преступников Полиция просто проверяет Оставили ли жильцы Переставшие платить По кредиту Заложенный банку дом Картина Ставшая типичной Для сегодняшней Америки Теперь владелец Не может войти В этот дом Мы запираем его Вход сюда запрещен Так как недвижимость Теперь собственность банка Которому не вернули кредит На этой улице Съехали почти все Последняя оставшаяся Жительница Рассказывает о том Что с началом кризиса Ее платежи за ипотеку Выросли в полтора раза А банк даже не поставил Ее в известность Вот мои счета по ипотеке Они все время увеличивались Вот посмотрите Я платила в 2007 В 2007 4,3% годовых Потом процент подскочил Сразу до 9,3% На 640 долларов в месяц А дальше больше 10% Я платила все больше и больше Но все время опаздывала Мой долг только рос И в конце концов Меня выселяют Полицейские понимают Абсурдность такого положения Но именно такова сегодня Система, которую они защищают Потому что десятилетия Так же как эта женщина В долг жила целая страна Конечно, американцы живут непосредственно Они заимствуют у будущего Потому что любые кредиты Частные или правительственные Однажды должны быть возвращены Чтобы что-то сделать С огромными долгами Америка пытается Обесценить свою валюту Но то же самое Начали делать и другие страны Над миром Нависла угроза Гонки Девальвации Бумажные деньги Будут ежедневно Терять свою стоимость Знаете, я думаю Что эта система Рухнет прежде Чем мы придем К триллиону процентов Инфляции Падение доллара Составит 20-30 процентов И затем Наступит полный коллапс Для нас Это совершенно нормальное явление Когда мы просыпаемся Нам говорят Что рубль стоит 10 раз меньше Или когда проводится Мягкое расширение Валютного коридора То есть резкая девальвация Мы к этому привыкли Мы привыкли Не доверять рублю Мы привыкли Не доверять правительству Большинство Американских деятелей Этой области Не могут поверить Что в Америке Может быть инфляция У них никогда не было инфляции Немцы могут Мы можем Кто угодно может Англичане могут Они видели инфляцию Во время войны Не говоря уже Французов Итальянцев Извините Японцев Они не могут Они считают Что у них вообще не бывает В Америке Как слоны не водятся Так инфляции быть не может Американские экономисты Признают наличие Проблемы с инфляцией Которая незнакома Нынешнему поколению Простых американцев Незнакома Потому что деньги Которые печатали В Америке Превращались в инфляцию В других странах Тех Где принимают Американский доллар Мы сами создали инфляцию Если все это закончится Это означает Что американский народ Должен начать работать А у нас была привилегия Не делать этого Егор Гальдар Человек Который открыл Ворота для доллара В Россию В своих последних интервью Говорил о нынешнем кризисе Который изменит мир И прежде всего Америку Америке придется Приспосабливаться К иному устройству мира К другому состоянию Собственного платежного баланса К другому состоянию Уровня сбережений И их отношения К уровню инвестиций Конечно Когда жизнь была прекрасна То можно было Не приспосабливаться Когда жизнь стала жестче Придется приспосабливаться И сейчас Во время кризиса Мы удвоили Наши денежные мешки Но кто знает Какой будет ценовая инфляция Когда мы получим Последнее сообщение о ней Если мы будем продолжать Делать то, что мы делаем Инфляция выйдет из-под контроля Мы должны прийти в себя И тратить меньше Здравствуйте Я Барбара Ваша зеленая бабушка Я хочу поделиться с вами Парой секретов Как сохранить ваши деньги Новое время Быстро меняет ценности С недавних пор В Америке и Англии Невероятно популярной Стала вот эта милая старушка Секрет ее популярности Она учит как сэкономить На походе в ресторан и магазин И как превратить старые штаны В почти новые Вы можете перешить Это перекрасить Есть масса способов Обновить гардероб Без лишних расходов Теперь западные обыватели Смотрят не на шикарных Голливудских див по телевизору А учатся вот у таких бабушек Как ходить в супермаркет пешком И как осваивать Давно знакомую россиянам науку Стирать и использовать снова Полиэтиленовые пакеты Стоит думать о том Как жить посредством Это сложно Сложно это Означает примерно В самых скромных расчетах Двукратное снижение Всех бюджетов Государственных, семейных Всех-всех-всех Штатов И наверное без большой катастрофы Это не может произойти Вы знаете, можно обойтись без машины Когда нужно пройти меньше трех километров Сначала отведем детей в школу А на обратном пути Купим продукты Есть ли рецепт спасения Америки и доллара? Ведущие мировые эксперты Склоняются к мрачному прогнозу Что можно посоветовать наркоману? Прекратить употреблять наркотики Остановиться И период остановки будет для него очень болезненным И лишь спустя много времени Он может почувствовать себя лучше Но первая реакция Шок Очень болезненный И очень тяжелый В американской экономике то же самое Как сказать американцам Слушайте Сейчас мы должны будем пережить пять страшных лет Но зато у наших детей будет светлое будущее Американцы просто не примут этого Мы должны осознать В чем причина наших проблем И понять Что мы вкладываем В понятие Деньги Нам нужны более высокие Процентные ставки По вкладам Чтобы переориентировать Людей на накопление Мы не должны Провоцировать их тратить Мы должны Переориентироваться На производство А не на потребление Мы должны Экономить И производить Сейчас Экономика США Это такая органическая дыра И нам нужна помощь Чтобы с нее выбраться Однако у США Есть и другой выход Продолжать печатать деньги Чтобы огромный долг Стал меньше Достаточно Обесценить доллар Чтобы подтолкнуть Американцев Снова тратить Нужна инфляция Посмотрите историю 29-30 29-33 год Или скажем Величайшая депрессия Которая началась В 1771 году Это крах всего и вся С политической И социальной точки зрения Это неудобоваримо Есть второй путь Когда скажем Вы валюту Обесцениваете В разы Поскольку у вас Долговая масса Номинирована В старых долларах Соответственно И она Обесценится В разы Ваш УВП Вырастет Во столько же раз То есть Вы реально Старый долг Обесцениваете Это называется Это будет просто Гиперинфляция Эта система Не работает Она просто развалится Я думаю Наша страна Станет гораздо Ведьмак Субсидии прекратятся Потому что глупо Просто печатать деньги Постоянно увеличивать дефицит И ждать Что иностранцы По-прежнему Будут нам Одалживать их Это дикие фантазии И это очень Очень серьезно Знаете Даже нашим отцам Основателям Не понравилась бы Наша демократия Мировые центробанки Уже осознали Масштаб проблемы Китай и Индия Распродают доллары Скупая сырье Раздавая кредиты Или просто покупая золото Но Россия пока верна Американским деньгам Я не понимаю Почему Россия Тратит свои резервы На поддержание Падающей валютной системы Россия должна Прямо сейчас Покупать золотые слитки Если она хочет Сохранить хоть какую-то Надежду На сохранение рубля В противном случае Рубль сгорит Как исландская крона Британский фунт И американский доллар В огромном валютном костре 21 века Я еще в начале года Предсказывал Что нам предстоит Период быстрого Роста цен на золото Который происходит Уже сейчас Оно конечно будет колебаться Оно там на сотню другую Будет взлетать вверх На сотню другую Падать вниз Это естественный процесс Но в целом тренд Золотоповышательный И мой прогноз Что золото за 10 лет Подорожает примерно В 10 раз Не нужно держаться За старое доллар Зачем привязывать Рубль к доллару Что вообще такое доллар Он превратит рубль в ничто Ведь доллар и сам уже ничто Что должно стоять за рублем Так это золотой запас Россия должна постараться Сегодня купить столько золота Сколько возможно И избавиться от долларов Прежде чем он окончательно Потеряет какую-либо ценность Мировой скептицизм Относительно доллара Стремительно распространяется По всему миру Его все еще принимают Потому что найти замену Не так просто Но любимый вопрос Россиян Сколько доллар будет стоить завтра Теряет свой смысл Потому что скоро Не только доллар Но и бумажные деньги Вообще Потеряют свою ценность Мы все видели Крушение Британской империи Мы знаем Как это выглядит На примере многих империй Но особенно На примере британской А теперь будем наблюдать Как рухнет американская империя Будет интересно За этим наблюдать И зафиксировать Для потомков И в наших с вами шоу Или документальных фильмах Мы можем выразить взгляд Со стороны А не изнутри Америки Поэтому у нас есть возможность Судить обо всем Объективнее И мы можем дать людям Всего мира Объективный взгляд На крушение Этой империи Субтитры создавал DimaTorzok